Здравствуйте, вы позвонили в отдел продаж компании МАВИС. Ну вот такой, звоните, смотрите в проектную декларацию. Школа в 2024 году будет. Это генеральный план, сможет мотивировать, он согласовывается с городом. А где подпись города? Она еще пока не строится. Есть вот такая душевая кабинка. Заходим, у нас система умного дома. Первый комплекс. Здесь уже немножечко другая плитка. Было бы больше квартир, было бы больше денег. Крэпс. Ток-ток, добрый день. Но смотрится, конечно, достаточно примитивно и убого. Не в каждом бизнес-классе амфитеатра. И вот это сочетание, по мне, очень здорово. Не хватает только штанги с блинами. Красивый коридор. Это просто убожество. Займы гражданам СНГ. Зашел, знаете, в панельный дом. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Жилой комплекс авиатор расположен в Ленинградской области, в городе Мурино, на проспекте авиаторов Балтики. Ближайшая станция метро Девяткино. До нее около двух километров. Дома застройщик возводит по монолитной технологии с вентфасадом. Вентилируемый фасад – это навесная система, которая состоит из утеплителя, который крепится к фасаду здания, вент зазора и плитки, которую мы с вами очень часто видим на фасадах зданий. За строчком комплекса выступает МАВИС. А точнее, общество с ограниченной ответственностью МАКСИМА. С уставным капиталом 400 миллионов рублей. Проект представляет из себя 9 жилых зданий высотой от 14 до 18 этажей. На 18 этажах панорамное остекление. И квартиры стоят чуть дороже. Квартиры в комплексе представлены от студий до трехкомнатных квартир. В комплексе будет 6031 квартира и 1344 места на гостевых парковках. Согласно проектной декларации застройщика, должны быть машины-места вне территории комплекса. Где эти места? Я, честно говоря, так и не понял. Поэтому мы спросим это у застройщика. Застройщик также обещает им многоуровневые паркинги. Но проектных деклараций на паркинге я не нашел. Согласно данной квартирографии комплекса, студии и однокомнатные квартиры займут 87% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 12%. А от трехкомнатных квартир будет 39 квартиры. На момент съемки этого видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Рядом есть достаточное количество новостроек. Так, к примеру, в жилом комплексе Айдимурина однокомнатную квартиру можно приобрести от 6 миллионов рублей. Полис Лаврики от 4 миллионов 400 тысяч рублей. На вторичном рынке квартиры в этом районе стартуют от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Квартиры в жилом комплексе Авиатор застройщик в основном сдает черновой отделки. Но есть корпуса с белой отделки и этажи с чистовой отделки. А также за дополнительную доплату можно выбрать один из трех видов предлагаемой отделки от застройщика. Высота потолка во всех жилых помещениях 2 метра 60 сантиметров. Трубы отопления по старинке будем прятать за занавесками. Потому что в 2022 году дешевле возводить дома по старым технологиям, нежели вносить изменения в проект. И, к примеру, спрятать трубу отопления под стяжкой. Класс энергоэффективности всех зданий С+. Нормальный. Застройщик обещает, что будет школа. Но проект на декларацию на школу я не нашел. Но точно знаю, что школу будут возводить на муниципальные деньги. Ближайшая школа и детский садик к комплексу номер 4. В них, согласно официальных данных, вакантных мест нет, как и в остальных школах и детских садах. И, к сожалению, здесь большая чувствуется нехватка социальных учреждений. Согласно проектной декларации застройщика, окончание строительства жилого комплекса будет в четвертом квартале 2031 года. Первый дом в жилом комплексе «Авиатор» застройщик сдал 15 мая 2020 года. Пойдемте и все внимательно посмотрим. Сегодня у нас вторник, 25 октября, 11 часов 3 минуты и на улице минус 2 градуса. На что я хочу, друзья, первое обратить ваше внимание. Вот видите, плитка сама темная, вот на углах вот такое, такие пятнышки. А я полагаю, это тепло от здания выходит через щели между плитками и ее вот так нагревает. Конечно, было бы здорово пройтись с тепловизором и все внимательно посмотреть. Издалека фасад смотрится достаточно неплохо. Если не считать вот таких, назову это, не знаю, промерзанием или уходом тепла, наверное, скорее всего так. Сам двор, реесть, раздельный сбор бытовых отходов. Первое, что обращу внимание, это достаточно большое расстояние между домами. Здесь, наверное, метров 70, как кажется мне. Есть кустарник, есть вот такие бетонные изделия. Двор здесь без машин, светодиодная современная подсветка. Ну и, соответственно, сам двор. Импортное дорогостоящее оборудование. Смотрится хорошо, резиновое покрытие. Здесь такая площадка массивная для занятия спортом. Ну и на первый взгляд смотрится все достаточно неплохо. Может быть, именно поэтому многим так понравился жилой комплекс «Авиатор» от Mavis. Входные группы в уровень землей. И здесь, что мне, кстати, нравится, смотрите, друзья, здесь вот такие из гранита сделаны столбики для того, что кто вот сюда будет подъезжать, чтобы выгрузить и загрузить какой-либо товар для своей квартиры, то, соответственно, он сюда не заедет. И вот они смотрятся намного интереснее, нежели, знаете, вот такие обычные металлические ставят, либо вот эти обычные полусферы. Парковка для велотранспорта, большое остекление. Ну и вот если подойдем как раз мы с вами к фасаду, то здесь видим, вот оно крепление, называется кляймер. Ну, в цвет, конечно, не попали. Плитка достаточно тяжелая, массивная. Но на первый взгляд сделано все так, вроде, практически ровно. Не считая вот здесь некоторых там нюансов. Ну и внешний вид такой достойный. Конечно, когда крепления кляймеров не видно, то внешний вид совсем другой. Жилой комплекс-авиатор, подъезд номер 2. Это видно только здесь, других указать или нет. Для меня, например, это минус. Но вот здесь прикольно сделали, что прямо на стекле смотрится классно. Видно сразу этажность 16 этажей. И какие квартиры находятся на каком этаже. Система допуска. Здесь прикольно, что она экономит электричество. Так как пока вы не подходите, дисплей не загорается. Как только вы подошли, сработал датчик. И сразу же дисплей засветился. Заходим. О, как здесь, друзья, хорошо. Ну, здесь, конечно, первое, что такое панно. Авиатор. Хотя бы что-то напоминает название комплекса. Ну, вот это я бы назвал не подъездом, а настоящим холлом. Вот плитка, здоровенная плитка. И это вот она сама такая, это никакие не потеки. Это она вот такая, друзья, стильная. Слушайте, сделано классно, смотрится хорошо. Это у нас выход на лестничный марш. Ну, тут дверь такая какая-то, знаете, уже замученная жизнью. Не хватает заглушечек. И здесь, конечно, вот сразу другой вид. То есть дешевый. Зашел, знаете, в панельный дом от ЛСР. Вот здесь такое же ощущение. Какая-то грязь. Хотя вот на полу, обратите внимание, плитка достаточно дорогая. Даже, как я обычно называю, линолеум с перил не сошел. Лестничный марш даже достаточно чистый. Первый этаж, курение запрещено. Ну, вот эта так называемая шуба, по мне, смотрится достаточно уныло. Давайте рассмотрим этот холл. Авиатор. Очень красиво. Красиво сделана подсветка. Красиво сделан потолок. Чувствуется высота. Двери открыты настежь. Но видно то, что, да, люди ходят. И очень неудобно постоянно открывать, закрывать дверь. Поэтому и оставили вот так. Ну, да, ограничитель двери, конечно, здесь не нужен. Пусть бьется ручкой прямо в дорогую плитку. Ну, вот. Займы гражданам СНГ. Ну, вот, конечно, реклама это все здорово, двигатели торговли. Но что-то как-то это не очень. Первый этаж. И вот здесь для меня сразу первое, что... Когда проектировали, да, вот вы здесь выходите, здесь выходите, например, с колясками. Нужно кого-то будет пропускать, чтобы прошел с коляской с ребенком своим, либо с каким-то крупногабаритным грузом. Вот это, я считаю, как-то не очень. Ну, и здесь что-то уголок. Такое ощущение, что плитку всю подкололи, побили. Либо она такая, или ее подрезали, это скололось, или сама плитка такая. Ну, в принципе, смотрится классно. Вот это расстояние небольшое. Цифра 1. Первый этаж. Классные ящики. Есть огромный ящик под спам для показаний. Три лифта. Два пассажирских и один грузопассажирский. Лифты у нас отис. Есть табло, понимаешь, на каком этаже находится лифт. Можно вызвать, ну и, соответственно, проехать. Здесь тоже почтовые ящики. Ну, все так достаточно красиво и аккуратно. Информация от управляющей компании. Управляющая компания. Это же. Я вот не знаю, от застройщика это или нет. Если вы в курсе, то напишите, оставьте свой комментарий. Лифт, зеркало. Ох ты, друзья, смотрите, авиатор. Поехали на 16 этаж. Отис, Ген-2. Так, а где режим? Энергосбережения здесь нет, странно. Вообще, обычно такие датчики стоят. Потому что серия Ген-2, он как раз экономит до 70% электроэнергии в год. Ну, и здесь, похоже, просто сделали без этого режима. Есть зеркало. Всем привет. Есть камера. Обшивка смотрится красиво. Классно смотрится вот эта вертикальная подсветка. Цвета хватает. Лифт широкий, отмытый и красивый. Приехал, кстати, очень быстро. 16 этаж. Сим-сим, откройся и мы с вами выходим. О, начинается красота. Здесь, соответственно, от застройщика установлены шкафы с слаботочкой, с оборудованием каким-то. Там пожарка или еще что-то. Лифтовое оборудование. Ну и чтобы сюда не заходили, сделали вот такую решетку. Ну, конечно, извините, кто это делал, это просто убожество. 16 этаж. Большая цифра. Но здесь сразу, друзья, отсутствует указатель, на каком этаже находится лифт. Но что я вам хочу сказать? Что, как правило, у застройщиков, у большинства первый этаж крутой, классный. Как только поднимаешься на второй или выше, все, сразу такое ощущение, что попал на совсем другой комплекс, какой-то эконом-эконом-класса. Здесь, обратите внимание, та же плитка. Чуть ниже потолок, но смотрится красиво. Классная подсветка. Есть нумерация квартир, то есть, понимаешь, где находится какая. Есть парковка для велотранспорта. И обратите внимание, какой широченный и достаточно, по мне, красивый коридор. Ну и сама подсветка меня не может не радовать. Недорогие звонки. Хорошая нумерация квартир. Два замка. Классическая китайская ручка. Ну, здесь что-то видно, это подтекало, когда проверяли или вообще. Но, в принципе, достаточно все аккуратно. Сами эти ящички. Нигде ничего пока не сломалось, не отвалилось. Вроде все неплохо. Даже обратите внимание, забрал, установлено неплохо. Слушайте, какая большая редкость-то. Мне нравится, как сделал, подобрал за строчек сочетание плитки и, соответственно, окраски стен. То есть белый, я вот не знаю, что это за цвет такой, не розовый, темно-розовый, может быть. Кстати, смотрю на дисплее телефона, как-то цвет немножечко другой передает. Посмотрим, как будет на компьютере. И вот такой темный кофе с молоком смотрится по мне классно. Ну, вот здесь, конечно, это застройщик делал, надо было скотч лучше снимать, было бы посимпатичнее. Ну, это мелочи. Здесь, с этой стороны, все то же самое, заходить не будем. И есть у нас выход. Давайте пройдем, посмотрим. Ну, вот, видите, снесли табличку. Здесь что-то был, какой-то указатель. Но это, к сожалению, не застройщик, сами люди. Ну, вот он, лестничный марш. Смотрится он, соответственно, намного тускней, чтобы не пройти наверх. Понятно, вот, видно, управляющая компания за средства жителей вот такую фигню наварила. Ну, хотя бы окрасили бы также в черный цвет. Смотрится, конечно, друзья, убого. Сразу вот меня напоминает советская панелька, где, чтобы выйти наверх, нужно идти куда-то там за ключом. Лестничный марш. Оно, вот, лестница была, видно, написано. Снесли зачем-то. Хулиганы. А грузопассажирский лифт расположен вот так. Если бы он был вот так, то проще было бы загружать длинномерные предметы, как вы обратили сейчас правильное внимание, друзья. Здесь почему-то нет датчика. Либо он сломан, либо датчик находится внизу. Сейчас мы проверим. Прикольно. Куда-то съездил вниз и приехал обратно. А, ну вот у нас получается датчик. Сейчас проверим. Ну вот здесь, видите, застройщик, получается, экономит. Да, сработал датчик. И за счет вот этой экономии, получается, да, например, вот у вас идет маленькая собачка, ее однозначно прищинят. Или кто-то ногу по привычке засунет туда, это тоже прищинит. Вот я считаю, что не нужно экономить на таких вещах, а нужно делать сплошной датчик на всю высоту двери. Слушайте, прикольно, кстати, получается спортивная площадка под навесом. Вам не страшен дождь, снег, на голову ничего не будет сыпаться. Различные есть снаряды для упражнений. И все у нас европейского производителя Компан. Не хватает только штанги с блинами. Детская площадка тоже, оцените, смотрите, есть гнездо, есть обычные качели классические, паутинка, вот такая штука, по которой лазать. Слушайте, ну здесь, я думаю, дети хорошо играют. Плюс есть для маленьких детей. Разделили все вот таким деревянным ограждением. Видите, какой был мороз, аж все в ине. Небольшие деревья. Слушайте, очень красиво сделано. И мне, кстати, очень нравится здесь, смотри, ох, ты классная, какая песочница большая, все внизу. Есть брусчатка, покрытие для детей. Здесь дерево, а здесь бетон. И вот это сочетание, по мне, очень здорово. То есть прикольно сделали, продумали. Здесь есть лавочки. То есть здесь, знаете, такое разделение классное, что здесь и взрослые могут быть, и маленькие дети, и дети постарше, и подростки. Для них вот такое, не знаю, это же, наверное, назвать амфитеатр. Вот такой получается круг. Слушайте, дворовое пространство классное. Я вот, знаете, друзья, скажу так, что не в каждом бизнес-классе я видел такое расстояние между дворами и такой классный и уютный двор. А вот это снимают для жителей Нового Леснера. Здесь находится будка электрическая, и она совсем тихонечко гудит. Вот я ее услышал только, когда совсем-совсем близко подошел. А в Новом Леснере она гудит так, что на нее жалуется большинство жильцов. Если обратить ваше внимание, то дома нестандартные, не прямоугольные, как мы привыкли, они такие, знаете, волной идут, поэтому некоторые квартиры такой немножко неправильной, не классической, как мы привыкли, не квадратной, не прямоугольной планировки. Поэтому, соответственно, нужно на это обращать внимание при выборе квартиры. Вот, кстати, граждане классное сделали, молодцы. Все так в цвет, смотрится нормально, немножечко ржавчины. Еще мы видим с вами впереди одну входную группу. Обратите внимание, что никаких подъемников. Блин, блин, друзья. Вот только сказал никаких подъемников, и вижу в отражении вот это уродство. Понятно, когда у тебя нет детей, у тебя нет коляски с ребенком, то тебе все равно. Но когда тебе нужно его таскать туда-сюда, то это, конечно, вызывает ряд неудобств. Все прикольно сделали. Она, видите, в таком, получается, коробе. Он еще вот на таких штуках, на трубах каких-то здесь прикреплен. Все прикольно. А чего мне вот здесь первое не хватает, это нормальный большой вывески с номером этого подъезда. Она вот так рассчитана. Вот так ее сложили. И к стеночке прикрутили. Вот я не знаю, это застройщик сделал или уже управляющая компания. Но смотрится, конечно, достаточно примитивно и убого. Но еще у меня, конечно, вопрос к застройщику, управляющей компанией. Ну, поставили вы забор. Закрыли, да, там, к другим секциям. А для чего вот эта колючая проволока? У вас здесь, не знаю, секретный объект, воинская часть, зона. Для чего все это в городе-то? Объясните, пожалуйста. Это у нас один из приемков. Здесь вообще не видно, чтобы когда-то были следы влаги. Если сюда попадает влага, то я тоже не понимаю, куда она должна уходить. Тук-тук, добрый день. Здесь тепло, хорошо. Бетон, пароизоляция. Пахнет хлоркой. Так, здесь управляющая компания, понимаю, складирует свой инвентарь. Друзья, здесь нормальный, сухой подвал. Вообще никаких вопросов. Низко, конечно, только. Но все сухо. Противопожарная муфта. Обратите внимание, как все ровно и красиво установлено здесь. Как установлено здесь. Наверху здесь вот этот техэтаж, получается, подвал, да? И чтобы была нормальная шумоизоляция и сохранялось тепло у жителей первого этажа, здесь все в базальтовых плитах. Ровненько, красиво. Красавцы, нет слов. Очень неожиданно. Вот здесь тоже на хомутах подписано, чтобы понимали, где, что находится, когда будут смотреть на плане. И, кстати, друзья, обратите внимание на окна. Они здесь нестандартные. По высоте, возможно, такие же, как и у всех, но они здесь намного шире. И, как я понимаю, вот эта большая створка, она глухая, а маленькая открывается как раз на проветривание и на открытие. Вот прямо как здесь. Так, а это у нас что? Здесь какое-то стоит оборудование. И обратите внимание, как достаточно красиво это все закрыли. То есть не бросается в глаза. Первый этаж и коммерция. Видим, что здесь уже за эти два года она появилась. И от бытовых принадлежностей до выпить кофе есть прямо в вашем доме. Екатерининская улица. Посмотрите, какая красота. Достаточно большие расстояния между домами. И вот такая огромная прогулочная зона. Я только представляю, как вечером, когда зажигаются вот эти гирлянды, какая здесь красота. О, повезло-то мне. Давайте зайдем в еще один двор. Обратите внимание, есть стоянка. Просто огромное, я скажу, друзья, расстояние между домами. Небольшие деревца. Елочки. Да, тут, конечно, не мешало бы окна помыть. О, смотрите, какие классные скамейки. Кстати, очень удобные. Они такие высоченные. И урны такие же стилизованные. Велопарковка. Жилой комплекс авиатор. Здесь выложили все, чтобы плитку не убили. Вызываем лифт. Едем на 18 этаж. И вот именно на этом 18 этаже, как и на остальных 18 этажах, во всех квартирах панорамное, друзья, остекление. Тот же Otis, тот же Gen 2. Все обшито ОСБ. И мне бы здесь, конечно, хотелось, чтобы Мавис хотя бы затянул здесь баннером этот лифт. И сразу же бы вот эта отделка, такое ощущение, что это в строительном вагончике, было бы все по-другому. Распределяйте груз равномерно, по всей кабине не перезагружайте лифт. Вы видите, на всех языках. Слушайте, быстро едет. Очень быстро, друзья. Уже 18 этаж. Открываются двери. Ух ты. И здесь все в ремонте. Крэпс. Так, ну что. Отделочные работы. Вот так выглядит коридор. Ух ты, зелененький цвет добавили. Смотрится неплохо. И другие здесь звонки, но тоже из недорогой серии. Но вот эти все-таки звонки как-то по мне более гармонично смотрятся, потому что вот здесь прямоугольник, а здесь квадрат. А там был круг. Соответственно, вот это по мне лучшая история. Плитка Грация. Керамическая для внутренней облицовки стен. Вид отделки белая. Слушайте, а вот эта конструкция оказывается убогенькая. Это застройщик. Он видите, весь перемазался белый. Отделочная работа производит ООО Строй. Надо бы найти квартиру. Пойдемте ниже спустимся. 17-й этаж. Открыто. Тук-тук. Слушайте, широкие двери. Сантиметров 7. Декоративная пану. Ух ты, беленькая. Я белый очень люблю. Есть заглушка ночная. Ну и вообще просто закрыть. Ой, еще и здесь. Слушайте, прикольно. Молодцы. Так, из плюсов. Это бетон. Дверь установлена в бетон. Автоматы. Вау. Вау. Счетчики прямо в квартирах. Я уже давно забыл. Привык, что счетчики все находятся в общих коридорах. Значит, у нас автоматы от компании TDM. 63 ампера, B40, C16, B10. Это что такое? Это сеть какая-то для домофона. Ничего, C16. Слушайте, кстати, нормально здесь стоит. Вот там ящики. Здесь особо никому не будет мешать. А тут делают белую отделку. В ванне у нас очень красивая плитка. Такая мелкая, прямоугольная. Ну вот видите, трубы как идут. Так зашивает в короба. Это у нас однушечка. На кухне есть выводы. Под канализационная горячая холодная вода. Все беленькое. Но стенки я бы вот так на глаз не сказал, что ровные. Но, кстати, здесь тепло. Радиатор снят. И вот то, что я говорил вначале. Вот, друзья. В 22-м году делать вот это. По мне, все это давно должно было бы спрятано там под стяжкой. Но застройщику виднее. Небольшая комната и большое окно. Ну да. Здесь, кстати, из плюсов в этом доме, что вот здесь керамический кирпич. А он пустотелый. А керамика хороша тем, что она теплая, а летом прохладная. Также из плюсов я обращу ваше внимание, что окна установлены на специальные пластины. Здесь у нас видна пена. Сверху прям намазали кое-как мастикой. Но мне почему-то кажется, что нужно здесь было чуть-чуть пожирнее это сделать. О, здесь вот видите, немножко вот такие промахи есть. Все равно нужно ее жирнее, потому что здесь уже растрескалось. Перемычки бетонные завода. Как я и говорил, вот эта створка у нас глухая. У нас двухкамерный стеклопакет, проплекс, оконные системы. Ох ты, как она работает-то прекрасно, друзья. Раз. И на вентиляцию, да. Слушайте, вот в этой квартире фурнитура в окне настроена шикарно. Здесь мы видим такой черный цвет. Смотрится стильно. Ну, тут, конечно, видите, герметик немножечко вниз ушел, надо подмазать. Ну, а так. Ну, вот здесь плиточка немножечко неровная, но снизу не видно. О-о-о-о. Обратите только внимание, какая здесь красота. Огромное расстояние между самими домами. Парковка, трубы теплостанции. Ну, вид, конечно, здесь получается на соседние дворы и, соответственно, на двор между домами. Вот для меня есть плюсы, друзья. Вот за счет такого расстояния, это, знаете, когда маленькие узкое расстояние между домами, во дворах всегда эхо отражается от фасада и, соответственно, попадает вам в окна. Когда бегают, кричат дети. Многим это не очень нравится, поэтому не любят нижние этажи. Но здесь такое большое расстояние, и за счет вот этого расположения домов, то есть здесь, знаете, застрочек не сделал, как, например, делают. Раз, дом, два, три, четыре, и еще вот здесь все соединено. Получается такой буковкой Ш перевернутой, да, то, соответственно, было бы больше квартир, было бы больше денег. Ну, вот здесь они сделали такой волной, и смотрится достаточно прикольно, и дворовое пространство просто огромное. Не каждый даже, вот, как я уже повторюсь, бизнес-класс может похвастаться такой территорией. Все стараются как можно больше ужаться, и как можно больше сделать квартир. Ну, вот, надеюсь, вот это все татрут, потому что вид, конечно, так себе. Гипсовая штукатурка, кстати, здесь отмечу, здесь вообще просто, друзья, тут 3-4 миллиметра, то есть вообще минимум. Здесь будет отделка, вот они, видите, под натяжной потолок сделаны. Ну, и, соответственно, раз мы в квартире, кстати, стены, это пустотелые блоки гипсовые. Ну, вот здесь видно штукатурили их, плюс еще небольшой слой шпаклевки, ну, надо вышли, вот, конечно. Давайте измерим высоту потолка. 2,62, ну, и плюс натяжной потолок, там будет, не знаю, там, 2,58, наверное, если даже не меньше, потому что, если смотреть вот на эти конструкции, то они там сантиметров почти 10 от потолка. Здесь у нас из кухни выход на, это у нас лоджия. Ну, лоджия, друзья, просто такая. 92 сантиметра, ну, в общем, как в советской панельке. Из плюсов, что здесь нет отлива, а то обычно его ставят, смысла никакого нет. Радиаторы у нас Prado. Стальной панельный радиатор, кстати, хороший, классный радиатор, мне нравится. Можно будет установить подоконник дополнительно. Слушайте, очень классно. Да и фурнитура, знаете, такая необычная. Слушайте, хорошо закрывает, хорошо поджимает, аж даже видно, вот смотрите, друзья, обратите внимание, раз, и вот видно прям даже на камеру, как он поджимает. Слушайте, классно. Что мне здесь еще нравится. Вот видите, вот этот такой наличник, он идет полукругом, и у него совсем другой вид. Еще бы вот этот уплотнитель был бы не черный, а вот белого цвета или серого, то еще бы лучше бы смотрелось. Молодцы. Ну, вот есть такие места, где нужно по приемке квартир внимательно смотреть, чтобы подмазали герметиком, чтобы не было протекания. Ну, еще из моментов отмечу, что, смотрите, здесь достаточно узко, если мы измерим, получается, 60 сантиметров, 60 сантиметров, то есть это достаточно мало. И для меня из минусов, что вот здесь стоит обычная сэндвич-панель, если было бы стекло, было бы, конечно, на кухне больше света. А так, планировка прикольная, вы зашли, у вас прихожая, у вас сразу санузел с ванной, кухня, и комната у вас отдельно. Так, это у нас студия, либо однушка. А, это у нас студия, друзья. В общем, студия такая же, как однушка, только нет комнаты, то есть вот просто одна кухня. И здесь, конечно, темновато, света мало, за счет того, что здесь одно окно, ну, а этот лоджий, окно, видите, оно чуть-чуть в сторону смещено, ну, и, соответственно, сейчас солнце получается вот с той стороны, ну, и вот это место, вот этот угол будет постоянно темный. Ну, и, конечно, здесь, если дверь ставить, то хотелось бы, чтобы здесь был бы кусок стены, так же, как и здесь, чтобы нормально вставал наличник, и не нужно было его подрезать. Тук-тук, здравствуйте. Вот видите, делают отделку, красивая плитка сюда, соответственно, станет ванна. Делается вот такой короб, а если бы сразу заранее все продумали, делали нормально бы ванну, то они были бы полностью прямоугольны, без вот этой, вот этого ненужных этих вещей. Вау, друзья, смотрите, вот это конище. Здесь у нас 2,3 на 1,6. Ну, и здесь, конечно, у нас открывается красивый вид. Пока что лес здесь, видите, не вырубили. Вот там есть немножечко. Надеюсь, останется такой. Соседние дома. Вот это улица, по которой я сюда шел. Идем дальше. Где-то вот здесь должны быть большие квартиры. Хочется посмотреть еще какую-нибудь планировку. Пройдем вперед по коридору и посмотрим, что у нас здесь. Ну, у нас тут почти все открыто. Двухкомнатная квартира. При входе прихожая. Ванная. Раз, два, три помещения. Вот там, наверное, кухня. Здесь уже немножечко другая плитка. Белая мне, кстати, больше нравилась, чем эта. Но это на мой вкус. У всех вкус разный. Небольшая комната. И даже вот здесь, обратите внимание, друзья, что это ниже этаж. Здесь нет панорамного остекления. Но просто огромные световые проемы. Видите, такой штапик интересный. Ну-ка. Слушайте, как четко работает. Вау. Надо запомнить про плекс оконной системы. Большая редкость. Еще одна комната у нас с выходом на лоджи. Холодно, не буду выходить. И это кухня. Слушайте, приятная кухня. Она прямоугольная. У нее большое окно. Ну-ка, здесь так же. Слушайте, это первый комплекс, в котором вторая или третья квартира. И вот так шикарно настроены окна. Шикарно. Ну, вот видите, тоже вот здесь надо мастике больше мазать. Она должна закрывать весь шов. А здесь вот, видите, пена видна. Квартира 256. Смотрите. Здесь просто крутая плитка. С такими декоративными элементами. То есть здесь, соответственно, самая работа стоит дороже. Застройщик мог вообще не запариваться, а сделать просто обычную прямоугольную. Смотрится плитка очень красиво. По мне, на мой вкус. И вот здесь вот эта белая плитка смотрится тоже классно. Вот эта мне очень понравилась плитка, глянцевая такая. Так, они делают, слушайте, прикольно. Они плитку еще укладывают вот сюда. Это, я считаю, тоже большой плюс. Ну, и, соответственно, за счет вот такой перепада, вот такой ступеньки, здесь, наверное, почти 20 сантиметров, можно, соответственно, сделать теплый пол. Уложить лучше пеноплекс об решетку деревянную. Ну, и, соответственно, сделать нормальный теплый пол. А вот нет розеток, друзья, нету. Но зато есть торчащая арматура. Вот здесь, кстати, тоже утеплитель. Я не удивлюсь, что некоторые начнут это сбивать и увеличивать ширину своих лоджи в квартирах. Так, давайте еще вниз пройдемся. Так, вот в торцах они должны быть большие по площади. Тук-тук. А, ну, это вот такая же, которую мы с вами смотрели. Один в один. Ох ты, ванну установили. Ванна обычная, металлическая. Вот здесь выпуски хорошо сделаны. Прямо заподлицо с плиткой. Крестики обычные. Здравствуйте. Да, квартира с отделкой, я считаю, это прекрасно. Но, кстати, если открывать двери, то они будут встречаться в коридоре. Хотя он достаточно широкий. Ох, как дерево вкусно запахло. Вот, смотрите, как все закрыто. Еще герметиком пройдут и, в принципе, все. 170-я квартира. Это, друзья, у нас однокомнатная квартира. Смотрите, какой красивый панно. Все беленькое. Вот мне белый цвет очень нравится. Те же самые заглушки, классическая ручка. Вот у меня такая же дома. Заходим. У нас система умного дома. Так, видно, еще, наверное, не включили. А, нет, что-то загорелось. О, ничего себе. Слушайте, вот это, конечно, круто. Такие современные панно ставит застройщик. Обои под окраску окрашены в белый цвет. Двери недорогие, но смотрится дверь достаточно прилично. Блин, друзья, я хотел сказать офигеть. Наверное, может, так нельзя говорить. Но. Это ванна. В однушках ванна, в студиях душевая кабинка. В плитке красиво. Вот эта плитка мне нравится. Санузел. Она небольшая, но места хватает. Зеркало от застройщика. Обратите внимание на кран, на лейку. Блин, слушайте, вообще классно. Мне, наверное, нравится, когда стоишь, и вот оно тебя, соответственно, поливает сверху. Сделано классно. Супер. Очень необычно. Вот это у нас электрическое полотенце-сушитель. Это, я считаю, тоже правильная история. Здесь у нас есть розетки заземленные. Но вот здесь вот я стою, друзья, и куда поставить... Если сюда только, может быть, стиралка влезет вот сюда. И, в принципе, наверное, и все. Но, когда у тебя квартира с отделкой, на которую есть гарантия от застройщика, с красивым смесителем... А, это переключение. Слушайте, я его нифига себе. Это вот так сейчас, боюсь, на меня польется. Дверь. Вот здесь будет из комнаты, из кухни видно. Ну, вот видите, как видите, они обрезают. Если бы здесь была бы стенка, не нужно было бы обрезать наличник. Он был бы вот такой, был бы, конечно, красивее. Потому что, видите, идеально сделать не могут. Дверь недорогая, но смотрится нормально. Стоит нормальная фурнитура. Это кухня. Европлинтус. Большой плюс, друзья, считаю. Здесь уже радиатор. Ну, вот видите, да, здесь датчик такой. Придется сдавать... Слушайте, шпарит-то как офигеть. Вот это, я понимаю, поменяют. Ух ты! А балконная эта дверь, друзья, смотрите. Мало того, что она открывается, она еще и работает на... Вот это, кстати, очень плотно здесь. Напроветривание. Обои под окраску. Ламинат. Порожек. И натяжной потолок. Пожарный датчик. На случай пожара. Ну и давайте проверим высоту. Теперь потолка. Ого, 2,53. Ну, как в советской панельке. Только здесь, конечно, намного лучше. Ламинат хороший. Здесь, видите, такая фацка есть. То есть он не должен таким домиком выгибаться. Очень тепло. Тепло, конечно, за счет того, что батареи очень... Я даже через перчатки чувствую, просто шпарят. Здесь обращу внимание, что очень ровненько установлено. Не видно, что, знаете, как бывает, что установят криво или очень далеко. Здесь нормально. Ну и сама, конечно, комната уютная. Место есть под кровать, под шкаф. Сразу выход кухни. И уже в коридор. Теперь очень хочется посмотреть большую... А, сейчас студию с вами посмотрим. У нас студия, друзья. Здесь аналогичное помещение, только здесь вот там нет комнаты. И в студиях есть вот такая душевая кабинка. Мне нравится плитка. Но душевая кабинка, конечно, небольшая совсем. Если вы тучный крупный человек, то, возможно, вам здесь будет некомфортно. Вторая отделка квартир от застройщика. Вернее, цветовое решение. Тоже напольное покрытие. Те же обои, но плинтус темный. И темные двери. Мне, кстати, белые двери понравились намного больше. Слушайте, хорошая отделка от застройщика на высоком уровне. Неожиданно. Оплотнитель надо, конечно, подклеить будет. Так, это у нас... Ух ты, какая классная студия. Смотрите, друзья. Заходим. У нас сразу санузел. А здесь-то он большой, с душевой кабинкой. Сюда и стиралка нормально вылезет. Вот для нее как раз вижу выход. Розеточка. Оп, вот она. Слушайте, здесь лючок-то какой хороший. Нормально. Счетчики вот здесь. И мы заходим. Смотрите, что здесь классное. Мне понравилось. Вот это у нас зона кухни. Зона кухни. А это комната. Вот это, кстати, классная студия. И здесь два окна. И выход на лоджию. Причем здесь, друзья, лоджия достаточно большая. То здесь у нас обычная холодная стекляния. И тут, да, нет стекла. И отсюда, кстати, красивый вид. И здесь на вентиляцию работает. Слушайте, красавчики. Молодцы. Неожиданно. Обои, кстати, такие прикольные. Они белые. И рисунок не сильно выделяется. Такой нормальный. Не понравится белый цвет. И вот здесь всегда можно перекрасить. Здесь, смотрите, тоже можно посидеть, отдыхать, пить кофе. Вот здесь, понимаешь, засыпет все землей. Посадят кустики, травку. Будет классно. Хорошая такая прогулочная зона. Интересно, я так понимаю, это светильники. Да, возможно, это светильники. Возможно, это просто декоративные элементы. И здесь, смотрите, здесь уже чуть больше елочки. Двор классный. Вот я еще до забора не прошел. Обратите внимание, какое огромное расстояние. Детские площадки, освещение, высокие деревья. Конструктивные элементы, ограждающие конструкции. И здесь, смотрите, они сделали под дерево. Блин, вообще очень классно смотрится. Тут теплитель хотелось бы, чтобы поплотнее ставили. Вот видите, есть такие щели. Нужно, чтобы поплотнее было. Да, дворы, конечно, достаточно интересные. Еще деревья подрастут. И будет еще лучше, нежели, чем сейчас. Ну, и, конечно, мне нравится, что есть разбивка для детей разного возраста. Да, площадки под разную группу детей. Это тоже большой плюс, что об этом думали, когда все проектировали. Ну, вот здесь мы, например, видим набивное покрытие. Это вот такой мелкий-мелкий песочек. Для меня, например, я вот не знаю, здесь будет резиновое покрытие или нет сверху. Или вот так оставить. Но когда вот такое есть покрытие, то идешь, знаете, такое ощущение, что у тебя складывается впечатление загородной жизни. Ну-ка. А вот здесь тоже, видите, шли-шли-шли. Не знаю, доделают или нет. Потому что он еще не сдан, поэтому придираться не будем. Но вот здесь хотелось бы, чтобы была не тропинка, а тоже сделали какой-нибудь газончик. Уральский гранит. А, это временная ливневка. Утеплитель у нас получается 10 сантиметров. А, десятка и пятерка. Видите, они в нахлёст его пускают. Вот его нужно нормально крепить, чтобы он вот так не уходил, потому что смысл вообще теряется. Он должен быть плотно. Приямочек. Вот видите, вот такие элементы тоже надо сразу менять, потому что это потери тепла. Ну, вот видите, то же самое. Я тут вообще не вижу. Вот здесь, например, видим, что на грибок посадили. А почему здесь не посадили? Как-то, знаете, тоже странно. Я, кстати, обратил у них во всех комплексах. Вот, по крайней мере, на первом этаже везде так торчит. А выше будет интересно посмотреть. Вот здесь дырку оставили, глядя, зачем-то. И здесь тоже. Но с утеплителем как-то они здесь мне не нравятся, как работают. Он должен по технологии быть плотный. Не должно быть никаких щелей, друзья. Потом, понятно, конечно, они это все закроют. Но вид будет совсем другой. Стяжка обычная. Кладут, смотрите, на 2,5-сантиметровые базальтовые плиты. Лучше шумоизоляция будет. В квартире, кстати, не знаю, так же делают или нет. Было бы, конечно, интересно посмотреть. Слушайте, классно, что вот видите, теплопункт полностью автоматический. И они его сделали полностью стеклянным. Можно смотреть, что там происходит внутри. Но да, что-то у меня по утеплителю, друзья, вопросы. А вот здесь вроде утеплитель со второго этажа выше намного лучше уложен, нежели чем вот на первом этаже. Это входная группа. Вот он, лестничный марш. Мы уже такое видели. Вот, смотрите, как бетон весь подровняли. Все поубирали. Ненужное. Вот получается, вот он стандартный лестничный марш. Мы смотрим, здесь вот эта система стояла раскладывания для того, чтобы спустить, поднять ребенка в коляске. А здесь был механизм для маломобильных групп населения. Вот они, лифты. И пошли квартиры. Ну, в общем, здесь, в принципе, друзья, смотреть особо нечего. Из плюсов, конечно, то, что сюда выходит бетон. Вот видите. Ну, здесь у меня, конечно, что-то не так пошло. Ну, потом это все закроют, надеюсь. Ох, какой воздух свежий. Ну, вот тут обратите внимание, как мастикой закрыли. Как считаете, нормально так или нет? Ну, в принципе, мы с вами здесь, друзья, все посмотрели. И с чистой душой выходим. Какое интересное деревце с такими красненькими листиками. Друзья, вот сайт застройщика. Вот здесь есть вот эти элементы, я видел. Беседка, что-то есть похожее. Но вот такой высокой зелени, конечно, нет. Она намного ниже. Таких кустов тоже нет. Ну, надеюсь, это там все сделают. Потому что, в принципе, дворы мне понравились. Ну, вот видите, здесь тоже есть самолет типа кукурузника, да. Что это якобы комплекс авиатора. Но вот если на внешний фасад смотреть, то я здесь не вижу никакого авиатора. И напомню, самый основной вопрос, это как раз к утеплению этого фасада. Я вообще не сторонник вентфасада в нашем, друзья, питерском климате. Ну, таких райских насаждений, конечно, нет. Все намного-намного меньше. Ну, ладно, давайте. Я тут подготовил вопросики. И будем звонить застройщику. Здравствуйте. Вы позвонили в отдел продаж компании «Марис». Отдел продаж «Марис». Добрый день. Марис, отдел продаж. Добрый день. ЖК «Авиатор». И у вас тут какая-то акция. 0,2% ставка на стабильность. А что это за такая ставка? Очень интересно. Андрей, меня Вячеслав зовут. Вот сейчас все подхожу. Это сапсидированная ставка. Она предполагает повышение стоимости квартиры при семейной ипотеке на 20%, при господдержке на 25%. За счет этого ставка по ипотеке на весь срок у вас подставит 0,2%. А, слушайте, это вообще выгодно для покупателей или нет? Как считаете? Или лучше брать обычную ставку? А, на сегодняшний день это самая выгодная ставка, которую можно рассмотреть. На территории ЖК два детских садика. А когда будет? Что когда? А когда будут два детских садика? Или уже есть? Нет, пока еще нет. То есть это сдадут уже в 24-м году и откроют детский садик? Да. Ага. Да, да, да. А школа? Вот. Школа в 24-м году будет. Она прямо на территории ЖК. Большая школа современная на 1175 метров. Если вы на сайте смотрите проект Авиатора, то можете посмотреть. В принципе, я вам могу презентацию отправить. А документы на школу где можно посмотреть? Что она уже строится? Она еще пока не строится. А, еще не строится. Там сейчас строительный городок. Там сейчас строительный городок, да. А вообще все документы по проекту... В разделе документы. Но я вот там на школу и детский сад не увидел. Так, извините. Подписанным генеральным директором Максима. Да. Ну и... Посмотрите, школа находится прямо посередине ЖК. Ну вот видно, да, что здание... А документов на нее нет. Я нарисовать тоже могу что угодно. Я к этому говорю. Это генеральный план. Смышно мотивировать. Он согласовывается с городом. А где подпись города? А подпись города где? Вот вижу генеральный директор Максима, да, вижу. А город где подписан? Это с вашей стороны только он подписан. А где согласование? Обычно они штампик ставят. Согласовано. Вам нужны документы на школу, правильно? То есть пока затрудняетесь, да, ответить? Я вам отправлю информацию. Сейчас вот под рукой в данный момент... Нет, я помню. Хорошо. Слушайте, еще такой вопрос. А там погулять где с ребенком? Он пока на колясочке у меня. Куда там можно сходить? Я просто не местный, я не знаю. Что есть, извините, плохо слышу. Внутри двора благоустроенный двор, детская площадка. Гулять можно там. Далее между авиатром и урбанистом у нас благоустроенная улица Екатеринская. Она сделана брусчатками, сделана дорожка, есть прогулочная. Только было кучек, полная аллея, в конце них фонтан. Далее по Екатеринской улице каток зимой залила. Ну, то есть там погулять есть где-то. Слушайте, у меня еще такой вопрос. У меня машина есть. Я посмотрел, что у вас есть, согласно проекту, гостевые места на придомовой территории, а есть еще гостевые места вне придомовой территории. Вот у меня вопрос, где вот это места вне придомовой территории? Где их посмотреть? Вне придомовой территории, места на улице за пределами двора. А, то есть это где все паркуются на дороге, имеется в виду, да? Да, есть. Да. Городевые места есть внутри, но, соответственно, их там ограниченные места. И снаружи двора. То есть они там, вот эти места, которые у вас там по количеству указаны, тут, к примеру, в одной очереди 215, я смотрю, они там прямо выдвину для авиатора, для этого комплекса, или они для всех? Вот эти 215 штук? Нет, это за территорией комплекса. А, это общий. Кто успел, тот и припарковался, я правильно понимаю? Да, ответ. Так, а шумоизоляция какая-нибудь у вас есть там, чтобы я соседей не слышал? Или мне нужно будет отдельно при ремонте делать? У нас технология строительства бетон-монолит. Дополнительно шумоизоляция у нас не установлена. Слушайте, еще вопрос, я там посмотрел, у вас в проектной декларации написано, что почему-то класс энергоэффективности С+, а все Б и А там делают. Это плохо, да, значит? А вы как это понимаете, плохо или хорошо? Ну, я посмотрел, почитал, что А плюс плюс... Все делают Б или С, это кто все? Ну, с чем сравнивать? Ну, вот я смотрел там другие комплексы у всех, там класс энергоэффективности Б, класс энергоэффективности Б. А у вас С, а я так по названиям вам не скажу. Большинство таких поблизости, вот там то, что строят. Я поэтому и спрашиваю. Ну, сейчас есть мост-хачивость. Ну, вот это имеете в виду или энергоэффективность? Энергоэффективность. Вадим Мурина Б, а у вас С+, а С+, получается, посмотрел по табличке, он ниже получается, чем Б. То есть у меня холодно будет, холоднее, чем в Б-классе, или как это работает? Нет, тут будет толково, не переживайте, у нас вентилированные фасады восстановлены. Не знаю, как мерили, а тем более, но у нас, по примеру, вентилированные фасады класс С. Смысл мне вообще гнаться есть вот за этим классом энергоэффективности или не стоит? Да, не стоит, не хочу сказать, у меня себя не переживает. И еще вот я посмотрел, у вас я правильно понял, что трубы вертикально идут, за занавеской придется прятать? Что прятать, простите? За занавеской трубы придется отопление прятать, а не прямо вот здесь, смотрю на картинку, у вас есть. У вас квартира и по стойку. А почему вы так все же обычно уже давно в эту подстяжку прячут? Далеко не все. А там на полном? Там квартира вы рассматриваете в первом корпусе авиатора, правильно я вас понимаю? Да, где вот это самое... Да, 2031 год сдачи. Угу, и что там, почем там двухкомнатные квартиры? Ну, это надо ваш сайт открыть, посмотреть. Ну, он же вас перед глазом. Ну, вы же отдел продажный, я... Вы для себя подыскали квартиру? Да, для себя, а? Какие у вас еще вопросы? А все, вроде больше вопросов нет, вы мне в принципе все ответили. Спасибо вам большое, хорошего дня. Все, закончилось. Да, до свидания. Менеджер, конечно, ну, знаете, лично мне, я бы у него не купил бы, честно, потому что он как-то кисло мало рассказывал, непонятно. Качество связи мне, честно говоря, тоже не очень понравилось. Телефонного звонка, вот это, кстати, первая застрочка, у которого качество связи, ну, какое-то так себе. Обычно всех намного лучше и подробнее слышно. Вот, но сам комплекс, повторюсь, внутри смотрится намного лучше, чем снаружи, потому что я лично не сторонник вентфасадов. Я объясню, друзья, почему я не сторонник вентфасадов. У нас сырой, влажный климат. У вентфасада, как мы с вами видели, между плитками есть зазоры, туда попадает влага. Там находятся утеплители. И как мы с вами видим и увидим, утеплитель, к сожалению, вот в этом комплексе, то, что я увидел, не везде уложен именно плотно, как это требует технология. Соответственно, будет уходить тепло. Это не значит, что будет в квартирах холодно или там жарко, потому что там, в принципе, застройщик очень хорошо закрывает свою бетонную коробку керамическим блоком, керамическим кирпичом. Но теплопотери будут. Может быть, как раз поэтому и более низкие классные эффективности. Кстати, вот здесь продавец-застройщика очень сильно плавает. Алло. Алло. Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Посоветовали квартиру у вас купить? Квартиру у меня купить? А мы только что с вами общались. Да что вы говорите? А вы зачем этой хернью занимаетесь? Я вот извиняюсь. Какой хернью? Ну вот такой. Звоните, смотрите в проектную декларацию, где заканчивается 31-м годом строительства. И, ну, откровенной хернью занимаетесь, разве нет? Почему нет? Ну, вы же не ответили на вопрос. Я у вас. Вы не знаете, что у вас комплекс заканчивается там и дальше, даже за 31-й год строительства. Вы позвонили с вопросом, что вам двухкомнатная квартира нужна. Этот корпус все равно будет, и сдача у него будет, как у вас там написано, в 4-м квартале 31-го года. А я не страдаю фигней, а задаю обычные вопросы, которые также может задавать любой покупатель, который обратится к вам. Но вы, к сожалению, на все вопросы не очень хорошо ответили. Так а вам это для чего нужно? Для своего любого канала. Вы разве не смотрите мои видео? Нет, не смотрим. Значит, посмотрите вместе с всем вашим отделом продаж. Хорошо. Да, хорошего дня, до свидания. До свидания. Блин, посмотрел, понял, где я, друзья, лажанулся. Как раз смотрел проектную декларацию к раннюю сдачу. Там 31-й год, и там первый корпус того, чего нет в продаже, тот, видно, зацепился. Вот не знаю, то ли он меня по WhatsApp вычислил, то ли вот как раз это есть такие технологии, когда вы никогда не оставляете своих персональных данных, но по вам уже знает. Либо он, соответственно, мой этот спам-номер вбил в поисковик, и там, соответственно, все нашел. Красавчик. Хоть что-то смог сделать правильно. А касательно самого города Мурина. Первый, конечно, основной плюс, почему там до сих пор все продается, это то, что там находится станция метро Девяткино. Это, конечно, большой очень плюс. Второй момент. Это достаточно интересные цены, потому что в такой же бюджет можно купить чуть дальше. Но, к примеру, можно купить и дешевле. Например, рассмотреть тоже Янина, который сейчас активно развивается. Но самый основной момент Мурина, вот многие, например, знаете, вообще-то не любят его, не хвалят. И мне тоже как-то, вот я вот сколько раз видел, но никогда реально не нравилось. И тут получилось так, что я провел там несколько дней. Почти три дня я провел в Мурино. И в итоге там, знаете, есть такая своя атмосфера. Ну и тем более я понимаю, что молодежи, которые очень нравятся этот район, им здорово, потому что много молодежи. А там уже есть необходимая для них инфраструктура. Им не нужны ни школы, ни детские сады, ни больницы. Поэтому они об этом вообще на данный момент не задумываются. Но когда у вас есть дети, когда вы понимаете, что их нужно вводить в детский садик, в школу, и хочется как можно меньше тратить время на то, чтобы их доставлять туда и, соответственно, обратно. И в Мурино, кстати, с этим проблема частично решена. А раз нет государственных соучреждений, есть достаточное количество частных школ и детских садов. Была возможность вводить туда своих детей. Нужна помощь с недвижимостью? Пишите мои контакты и соцсети в описании к этому видео. Друзья, рад был вас так видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok